Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала! Сегодня такой небольшой видео-экспромт. Дело в том, что вчера был на рынке и увидел, что продаются саженцы деревьев. Продают их уже фактически с распускающимися, а кое-где даже распустившимися листьями. Ну, честно говоря, это совсем недопустимо. Я имею в виду саженцы с открытой корневой системой, конечно, с голым корнем. Почему это недопустимо? Дело в том, что когда саженец начинает вегетировать, он потребляет большое количество питательных веществ. Но корни-то выкопаны, причем выкопаны, скорее всего, уже несколько дней назад. Мало того, при выкопке они, скорее всего, повреждены. И мало того, они специально подрезаны для того, чтобы быть компактными, чтобы проще их транспортировать было. И распуская листья, саженец фактически потребляет сам себя, свои собственные питательные вещества. Он их не берет еще из земли, корни не работают у саженца. Но, в общем-то, все мы люди, все мы человеки. И я тоже этим грешу. Если что-то очень хочется, то покупаем. И наверняка многие из вас не смогут устоять против искушения. Купят какой-то понравившийся саженец, несмотря на то, что он с голой корневой системой, но при этом уже с распускающимися листьями. И вот я сегодня хотел рассказать о том, что нужно сделать для того, чтобы иметь хоть какие-то шансы, чтобы этот саженец прижился. Итак, во-первых, такой саженец нужно очень сильно обрезать. Ну, процентов на 30, крону, верхнюю часть, я имею в виду, нужно удалить. А то и на 50 процентов, не жалейте. Чем меньше останется вот этих почек, там работающих уже, тем лучше, тем меньше саженец будет как бы съедать сам себя. Второе. При посадке, ну, я сейчас про посадку не буду говорить, в принципе, она такая же, но имейте в виду, что при посадке желательно проливать этот саженец обязательно каким-то корнестимулирующим препаратом. Это может быть корневин, циркон какой-то, сейчас огромное количество. В конце концов, ну, можно даже пойти в аптеку и купить витамин В1. Вот примерно полампулы витамина В1 разводите в ядре воды и проливаете этот саженец. Желательно также, причем это надо делать с интервалом в неделю, вот такие проливы. Желательно также при посадке и последующей, ну, наверное, каждые две недели проливать раствором какого-то быстродействующего, я имею в виду, водорастворимого удобрения комплексного. Это нужно как раз для того, чтобы проснулась корневая система, чтобы вот те остатки корневой системы хоть как-то начали приживаться и как-то работать. Вот, в принципе, можно, конечно, ходить все это по отдельности и искать, но я вам уже когда-то показывал, вот я пользуюсь вот таким вот укоренителем, в котором, в принципе, все это есть. Во-первых, тут есть тот самый витамин В1, и не только В1, тут и В6, и многие другие витамины есть. Как сказать, много витаминов не бывает. Здесь есть индолил масляная кислота, которая нужна для укоренения. И есть все микро- и макроэлементы, то есть это фактически и удобрения, и средства для укоренения. Очень хорошие. Не обязательно, но очень неплохо было бы использовать еще и гуматы всевозможные. Что такое гуматы, я когда-то рассказывал в своем видео. Наверное, сниму отдельное видео именно про гуматы, чтобы это было более как-то компактно и более понятно. То есть фактически это вот такое гранулированное плодородие. Оно, вот эти гуматы, у меня в специальной баночке пересыпано для удобства. Здесь вот даже инструкцию такую для руки на себя, от руки написал для себя. Одна чайная ложка на литр горячей воды разводится, настаивается 6 часов, и потом пол-литра получившегося раствора на ведро воды. Так вот эти гуматы позволяют преобразовывать вот эти минеральные вещества, которые есть в нашей почве, удобоваримые для растений состояния. Растения сразу фактически могут их начать потреблять. Очень хорошая вещь, в том числе вот в данном случае, когда нужно, чтобы растение как можно быстрее прижилось, чтобы его корневая система начала работать. Так хорошо, не обязательно, но очень хорошо гуматы. И очень хорошо при посадке таких растений всячески избежать возникновения всевозможных грибковых заболеваний и каких-то корневых гнилей. Поэтому используйте разные препараты, которые существуют. Например, биопрепараты фитоловин, фитобактерин есть такой препарат. Опять же, вот этот укоренитель содержит фунгицидные добавки, которые как раз позволяют избежать вот этих проблем. Ну и наконец, очень важно, я вот у себя при посадке никогда это не использую и не показываю вам этого. На самом деле, при посадке, особенно вот таких саженцев, которые уже начали вегетировать, очень важно их жестко закрепить. Почему? Ну, колышек, грубо говоря, привязать. Хотя сейчас современные специалисты советуют не колышек завязывать, а делать систему растяжек специальную. Вот как на фотографии, для того, чтобы надежно зафиксировать саженец. Почему? Саженец начал вегетировать. Его крона, как бы парусность определенной имеет. При сильном ветре она колышется из стороны в сторону. А корни еще не прижились, они еще плохо держатся. И вот это раскачивание корней из стороны в сторону, ну, скорее всего, не пойдет на пользу такому саженцу. Поэтому обязательно хорошенько закрепите. Ну вот, собственно, несколько замечаний на тему того, как сажать саженцы, которые уже проснулись и которые начали вегетировать с открытой корневой системой. У меня на сегодня все. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, заходите на мой блог на фейсбуке САД Ежедневный Уход. И удачных вам посадок, и хорошей приживаемости ваших саженцев.